Всем доброе утро! Я опять в виде не очень красивом к вам включаюсь, потому что это утро. Сегодня у нас 24 число, День независимости Украины. Отличный день, отличный праздник. Я надеюсь, этот день не испортит мне никакая зараза. На часах 9 на 0 я собираюсь делать дела. Родители уехали в сад, в село копать картошку. Я неделю буду одна на хозяйстве вместе с Тимой. Сегодня у меня грандиозные планы. Мне нужно постирать, помыть волосы, сделать педикюр, помыть кисточки, покрасить дверь, снять видео. Еще что-то хотела, но забыла. Вот такие у меня сегодня дела. Я хочу, чтобы мы с вами их сделали, как всегда, вместе. Будет такой мини-вложек, что я делаю в свой выходной. Сегодня начальство решило нас оставить дома на всякий случай, чтобы не было никаких... Ну, вдруг будут какие-то провокации, чтобы мы не пострадали, так сказать. Вот. И я сегодня этот день проведу дома. Очень-очень хороший день. Мне как раз надо было передышечка. Так что давайте все дела начинать делать с вами. Завтрак чемпиона. Ой. Не все выставила. Сейчас, секундочку. Это голубика, сырники, черный шоколадик, бананчик, сметанка и кофе с молочком. Кстати, смотрите, какую чашку себе купила. У нас есть такой магазин, называется Тодосё. Мне так она понравилась. Эта часть стоила 125 гривен. Там очень классные чашки. Еще это видела классные тапочки. Очень классные тапочки. Такие милашечные. Надо купить их себе. И классная была подставка под чашки или под горячие. Надо тоже обязательно купить. Если сегодня будут силы, то зайду обязательно и куплю. Хотя идти, блин, далеко. И жарат в карне. Не сегодня. Пойду потом, когда-то. Так, я сейчас кушаю и ставлю стирку. И буду мыть голову. Потому что она у меня уже 7 дневной давности. А все потому, что я себе купила твердый шампунь и кондиционер, по-моему, да. Ну, не в кондиционере дело, а твердый шампунь он продлил... Машина едет. Он продлил сервис моих волос и кожи головы на неделю. Аж целую неделю. Для меня это вау в летнее время. Поэтому я с удовольствием и думать волосы подержу масочку. И буду дальше делать дела. Покажу вам его, кстати, потом. Ну вот. Это уже, наверное, четвертая за сегодняшний день сирена. А сейчас только 10.30. Будет сирена. Веселый будет день из зависимости. Ничего не скажешь. Но настроение мне это не использует. Вот такой вот твердый шампунчик я купила. Это у меня с цитрусом. Мне когда-то Саша, кстати, уже дарил такой шампунь. Твердый на Новый год. Но я тогда его не заценила. Вот такой он с моей волосной. Очень вкусно пахнет лимончиком. И вот такой вот бальзамчик. Он очень такой жидкий, но очень классный. Такая вроде стеклянная банка. Очень мне нравится. Сегодня буду еще выдерживать его дольше. Волосы после него очень мягкие. Классно. Это наша украинская марка. В моем городе девочка с мужем занимается этой косметикой. У них есть маленький магазинчик. Вот я у них купила. Очень-очень довольна. Так что let's go мыть волосы. Так, ну что. Я прошу прощения за посторонний звук. У меня работает стиралка. Сейчас будем мыть волосы. Для начала я беру расческу вот такую пластиковую. И начинаю прочесывать свои волосы. Потому что там уже у меня целое пудло. Учитывая, что я еще это все пырскала лаком для волос. Поэтому я все опускаю и начинаю прочесывать. Я просто хочу помыть волосы по тому методу, который рекламирует эта девочка. Которая подает шампуни свои. Я думаю, что результат будет явно лучше. Все, теперь можно спокойно мыть волосы. Используя твердый шампунь. Следующий шаг нужно хорошенько. Сжать волосы от воды. И нанести небольшое количество кондиционера. И так проходить надо 15 минут. Но так как я еще буду мыть кисточки, я как раз это время потрачу на мыть у кисточек. И потом смою масочку вот этот бальзам. Я сваливаю все кисточки в мойку. Если у меня вот такая вот штучка. Она на присосках. Вот сюда клеится. Она крепко держится. Я сюда наливаю шампунь. И начинаю мыть кисти. Вот так лучше. И начинаю мыть кисти. Все споласкиваю душем. Очень удобно. Потом все кладно-ополченечко и сушу. Вот этим я сейчас и сольюсь. Субтитры сделал DimaTorzok Все. Волосы я помыла. Собрала их в этот самый полотенечко. Ау-ау-ау-ау. Волосы такие прям классные на ощупь. Такие гладкие-гладкие. Помыла еще кисточки. Сейчас буду их отмакивать. Не мокрущие. Поставлю на солнышко высыхать. Сижу, думаю. Если я собралась снимать видео. На кой хрен я их помыла. Потом думаю. Все равно пока волосы высохнут. Пока эти кисточки высохнут. Я заодно успею покрасить дверь. Которая моя входная. Давно это надо сделать. Но я никогда этого не дойду. Поэтому нужно сделать. И за сентябрь нужно покрасить радиатор. Потому что дойдут отопление. Я на это надеюсь. И уже нельзя будет красить. Вот. Надо посмотреть, что у меня там еще по плану. И не забыть покушать обязательно. Так. Сейчас мы с вами сразу вычеркнем. Значит помыть волосы. Сделано. Постирать. Вторая стирка заканчивается. Покрасить дверь нет. Снять видео нет. Помыть кисти сделано. Сделать педикюр. Доклеить обои. Кстати можно сделать. Почитать книгу. Это уже на вечер. В общем. Так. Сейчас буду красить дверь. И доклеивать обои. Так красиво. Я выложила свои кисточки. Приоткрыла окошечко. Сейчас кстати к нам повернется солнышко. Хотя может и не повернется. Оно с утра было. Не. Не повернется. Оно с той стороны будет. Пусть подсохнет. Потом я понесу на ту сторону. На солнышке что высохли. Если не высохнет. Буду уже феном сушить. Ведь они тут уже почти сухие. А сама буду. Сама буду сейчас. Сверо сейчас. Сначала побреской термозащитой. И таким вот фазным. Двухвазным стоем. Который у меня закончится. Надо его добить. Мои штативи не мешают. Достала свой штатив. Пересушила немножко волосы полотенцем. Надеюсь мне на что они повлияют. Хочу уже этот скорее добить. И купить себе новый. Так. Термозащита. Так. У меня есть две расчески. Для мокрых волос. Вот такая. Вот такая. Даже три. И вот такая. Мои любимчики. Мои любимчики. Любимчица. Любимая расческа. Это сейчас вот эта. Этой тоже можно расчесываться. Но она немножечко у корней царапает волосы. Но хорошо по длине их распределяет. То есть не вырывая. Проходит просто отлично. Я сначала ей пройдусь. А потом вот этой цветной. Обе покупала в Авероли. У нас сегодня на улице очень жарко. Около 30 градусов. Очень теплый воздух с улицы едет. Так что я думаю, когда я покрашу дверь, она высохнет очень быстро на сквознячке. Вот когда по черепу проходит эта расческа, то очень больно. Мне это не нравится. Поэтому я прочесываю двумя расческами. Это как-то побережнее и побольше захватывает волоском. Потому что тут щетинки короче. Сразу делаю пробор. У меня в последнее время не меняется пока что. Теперь можно просто вот так прочесать. Пфеном сушить не буду. Очень тепло. Я думаю, волосы быстро сами высохнут. И я уже вижу какие-нибудь блестящие. Прям вообще вау. Такой перелив идет красивый. Давно хотела, чтобы волосы после мытья сами высохли. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok